Как и в каком направлении будет развиваться Анапа в ближайшее десятилетие? Именно на эти вопросы должна ответить стратегия, к разработке которой уже приступили. К решению задачи привлечены общественники, представители администрации города, педагоги и работники культуры. Непосредственно сегодняшняя стратегическая сессия, основной ее задачей – определение основных приоритетов и рисков развития муниципального образования, что будет взято за основу при дальнейшей разработке стратегии. Увеличение конкуренции в курортной сфере – это, наверное, основной риск, который может повлиять на, скажем так, замедлить развитие муниципального образования. Разработчиком стратегии развития стал Южный инвестиционный консалтинговый центр из Краснодара. У специалистов этой организации уже есть серьезный опыт подобной работы. Они готовили программу развития для Сочи и Армавира. Наша команда вообще работает в этой сфере с 2004 года. Очень плотно работаем с администрацией Анапы в части разработки бизнес-планов, инвест-проектов, которые проводим различного рода мероприятия. Ну и, собственно говоря, был проведен конкурс открытый, в котором было достаточно большое количество компаний участвующих, очень много уважаемых компаний, в том числе и международных. Ну, мы, собственно говоря, победили и очень рады этому факту. В ходе стратегической сессии все участники, а это 100 с лишним человек, были разбиты на 4 фокус-группы. Представители власти, бизнес-сектора, заинтересованные граждане и общественники. Хотелось бы вас стратифицировать по родам деятельности, по видам профессиональных компетенций, для того, чтобы получить срез с отдельных отраслей, с отдельных кластеров экономики, с отдельных секторов. Разумеется, с муниципалитетом хотелось бы поработать, ну и с общественными организациями и гражданами. Каждая группа будет, ну, если хотите, творить определенные результаты, будут достигаться в рамках группы. Общественников было больше, но так и должно быть, комментирует доктор экономических наук из Краснодара. Ведь именно местные жители – ключевой фактор в развитии городской среды. Всем группам были предложены 4 одинаковых задания. Охарактеризовать человеческий капитал на курорте, обсудить эффективность экономики, подчеркнуть конкурентоспособность города и проиллюстрировать инновации Анапы. То есть выделить сильные и слабые стороны курорта. Учитель Николай Лунев – представитель заинтересованных граждан, акцентировал внимание на плюсах курорта. Очень была жесткая дискуссия, потому что мы не безразличные жители Анапы. У нас было действительно очень много идей. Что мы выделили из сильных сторон? Это то, что большая радость, что к нам прибывает большое количество граждан на ПМЖ. Это дает нам возможность посмотреть и на их возможности, на реализацию в нашем городе Курорте-Анапы. Повышение у нас рождаемости, которое в последнее время наблюдается, что дает нам возможность смотреть в будущее оптимистично. Самое замечательное – это наше месторасположение. У нас есть еще много видов пляжей. Это получается песочный, галечный и так далее. У нас есть прекрасные природные ископаемые в виде грязи, Анапска, которая лечебная. У нас есть возможность еще, помимо этого, есть хорошие сильные стороны. Это у нас развитая инфраструктура в виде санаторно-курортного лечения. То, что мы можем и должны использовать в будущем. Стратегия – это не столько документ, сколько инструмент развития города, подчеркивают краснодарцы. Итогом работы станет деловой план развития города, рассчитанный до 2030 года. Анализ болевых точек курорта – лишь первый шаг. За ним последуют еще два этапа. Определять перспективные направления развития курорта, к примеру, круглогодичное лечение грязями и туры выходного дня. И в конце третьего этапа будут отслеживать реализацию стратегии и при необходимости вносить коррективы. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.